Здравствуйте! В эфире программа в центре внимания в студии Евгения Монакова. Кто такой сексолог и чем он занимается? Мне кажется, мы еще к психологам не привыкли ходить, а тут вот уже такие загадочные врачи с интересной профессией. Давайте сегодня попробуем в этом поразбираться. У нас в студии находится врач-акушер-гинеколог-сексолог Ирина Завароева. Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте! Ирина, ну что касается акушера-гинеколога, тут, конечно, с этой специализацией все понятно. Вопросов по большому счету нет, да? А вот подскажите, пожалуйста, кто такой все-таки кинеколог-сексолог и как это вообще объединяется в одной специализации? Ну, начну с того, что сексология — это наука, занимающаяся всеми проявлениями сексуальности человека как нормой, нарушениями, отклонениями. Уже врач-гинеколог-сексолог конкретно занимается нарушениями сексологических проблем именно женщины. Решением, также улучшением качества сексуальных отношений и просвещением. То есть по факту получается, ну, вы как гинеколог понимаете, что какая-то проблема есть. И здесь специализация, вот эта дополнительная сексолог помогает вам и с точки зрения того, как в голове там все устроено разобраться, да? Ну, правильно, да. Как это взаимодействует, да? Ну, а вообще, кстати, вы как приняли решение стать сексологом? Потому что я прекрасно понимаю, что это все-таки редкие у нас, наверное, благовещенские специалисты, да? Ну, да. Если бы, наверное, мне такой вопрос задали еще в институте, я бы сильно удивилась, никогда не думала, что буду работать с данной сферой. Но данные вопросы стали появляться, всплывая сами по себе, еще работая гинекологом. Как пациенты стали задавать такие вопросы, так и у меня стали появляться вопросы к пациентам, на которых у меня не было ответов, у меня просто не было этих знаний. Я отправляла пациентов к сексологам, но почему-то они возвращались обратно ко мне, продолжали задавать свои вопросы. И эти проблемы оставались так и нерешенными. У меня есть приема в прием, это мне дико не нравилось, и мне пришлось искать эти знания, искать учебу. Вот. И уже после окончания учебы все стало на свои места, и теперь у меня есть ответы на все вопросы своих пациентов. Ну вот давайте с вопросами тогда и будем разбираться. А какие вообще вопросы у пациентов бывают чаще всего? Понятно, господа, мы, конечно, не будем тут раскрывать какие-то конкретные клиентские случаи, но самые частые вопросы, я думаю, озвучить стоит. Вопросы могут быть настолько нестандартными, что пациентка даже сама не может сформулировать, что она хочет. Что ее беспокоит вообще, да? Да, что ее беспокоит. То есть и уже приходится какими-то наводящими вопросами, построением ситуации, приведением примером, то есть выяснять что-то, что пациентка начинает понимать. Мы понимаем суть проблемы и уже понимаем, что с этим делать. Ну в большинстве случаев, конечно, это проблемы, связанные с болью при половом акте, это связаны проблемы с нарушением, снижением, повышением, либо отсутствием желания либидо, с нарушением возбуждения, отсутствием оргазмических ощущений, восстановлением послеродового периода. Есть такие диагнозы, как вагинизм и вульводиния. Очень сложные диагнозы. Вагинизм — это такое сильное судорожное сокращение мышц влагалища, причем при этом при всем просто невозможно пациентку осмотреть ни на кресле и, естественно, не может проходить и сам половой акт. И вульводиния — это когда боль возникает просто от любого прикосновения. И такие пациентки, они остаются полностью недообследованными, они остаются без назначенного лечения, без диагнозов. И женщины с такими проблемами остаются, так сказать, наедине сами с собой. У них есть попытки, допустим, полового акта, но вот эта боль возникающая просто заставляет их оставаться одинокими. Они отказываются на всю жизнь от половой жизни, не знают, что такое материнство. Вот. А это все можно было решать, и сейчас мы это лечить можем, и этим нужно заниматься. Ну, вы описали, конечно, такие ситуации. Я прекрасно понимаю, до какой степени дошел человек, и насколько сложно вот с этими проблемами прийти даже к специалисту, понимая, что это его профиль. Наверное, им психологически в первую очередь очень непросто дойти до доктора, да? Ну, да. То есть у них бывает, естественно, стеснение даже дойти до клиники, в принципе. Да. То есть если такое возникает, можно прийти, в принципе, просто на первичный прием к гинекологу. Мы знакомимся, разговариваем, выясняем какие-то уже проблемы и решаем, что необходимо, нужна консультация именно гинеколога-сексолога. И уже повторно, она более раскрепощенно приходит на прием. Если вдруг такое стеснение все-таки остается, то возможен прием онлайн, то есть по видеосвязи. То есть пациентка просто-напросто вообще не идет в клинику, и мы с ней работаем. То есть и так можно, да? Возможно, да. Ну а вообще как прием происходит, чтобы женщину, может быть, где-то вот сейчас на себя спроецировали и не пугались так этой истории, что это все не так страшно? Ну, вообще прием очень интересный. То есть пациентки, вот уже по опыту смотрю, они очень даже впечатлены от данного приема, где-то примерно около часа у нас идет опрос. Опросы, вопросы всевозможные очень интересные, что касается как физиологического здоровья женщины, так и ее детства, этапа взросления, конечно, интимной жизни. Вот из всех этих вопросов мы выясняем суть проблемы и ставим план, то есть что нам с ней делать нужно. То есть как бы в принципе это даже очень интересно. Ну, есть такая ситуация, когда, ну, естественно, клиент, пациент просто стесняется что-то говорить, озвучивать. Вы как тогда себя ведете? Ну, если какая-то тема, которую пациент не хочет озвучивать, мы ее просто-напросто не трогаем. Она, возможно, на последующий прием захочет это и сама расскажет, озвучит. То есть, возможно, мне она потом это напомнит, скажет, вот вы мне спрашивали такое, сейчас я это вспомнила, я готова это рассказать, и она рассказывает. То есть сексолог здесь работает, по сути, как психолог, да? В большинстве, в большинстве, да. Просто имеет дело вот именно с такими интимными какими-то проблемами. Но что касается этой информации, которую вы получаете, да, вот у психологов есть правила конфиденциальности. У сексологов с этим как? Конечно, да. У нас в клинике, в принципе, заводится стандартная карта, как у других пациентов, где содержится обычный гинекологический диагноз. С этой картой пациентка может пойти по другим всем специалистам. Все, что касается сексологической информации, она хранится только. У меня доступ к этой информации есть только. У меня ни врачи нашей клиники, ни администраторы доступа к этой информации не имеют. То есть здесь у нас полная... Конфиденциальность, так как раз. Хорошо, давайте еще про такую вещь поговорим. Есть ли какие-то специальные, специфические, может быть, обследования, учитывая вот такую вот вашу специализацию? Конечно. Да, конечно. То есть, естественно, мы проводим и обычные обследования, это какие-то анализы, прохождение УЗИ, может быть, смежные специалисты. То, что касается нестандартного конкретно сексологического осмотра, это больше касается опросов, заполнения анкет, тестирования, после чего я подсчитываю индекс половой конституции, индекс женской сексуальности, из чего строится дальнейшая тактика. Здесь большой осмотр, не такой, как гинекологический, и большая работа с телом. Очень большая работа с телом. Вот давайте как раз объясним, что там за работа, в чем вообще заключается лечение, сам процесс лечения, как вы лечите пациента? Так, ну, естественно, если мы выясняем какие-то дефициты, как в любой другой специальности, мы должны их восполнить. Без этого никак. Лечение у нас проходит как гормональными, так и негормональными, так и медикаментозными какими-то препаратами и непрепаратами, да? То есть в большей степени это работа именно с телом. Эта пациентка должна выполнять задания, упражнения. То есть, возможно, у нас будет работа в паре. То есть если такое понадобится, мы тоже… То есть если будет не против супруг, то тогда, возможно, и в паре поработать. Да, то есть здесь мы, естественно, смотрим такую ситуацию. Если мы понимаем, что нам нужно подключить партнера к терапии с согласия пациентки, вот, она уже соглашается, допустим, на беседу с её партнёром. Мы с ней обсуждаем, так сказать, информацию, которую можно озвучить партнёру, какую информацию озвучивать партнёру нельзя. То есть здесь тоже есть чёткие правила, да? Конечно, да. То есть мы уже разбеседуем с партнёром, я озвучиваю ему суть проблемы и что нам нужно делать, и в чём его помощь в данной ситуации. А в чём вообще обычно бывает его помощь? Ну вот… Ну, то есть это выполнение упражнений. То есть где-то, возможно, эти упражнения необходимы, чтобы были совместно с партнёром. Вот так. Да. Ну, что вы можете порекомендовать и своим пациентам, и нашим зрителям, которые, возможно, даже не подозревают о том, что эти проблемы, все, которые у них есть, они легко разрешены? Так. Ну здесь главное озвучивать и говорить вслух о своих мыслях, задавать эти вопросы. Не бояться, не думать о том, что о них подумают плохо. То есть качество вашей жизни, оно зависит только от вас. То есть, естественно, врачи и как сексолог в этом просто только немножко помогают, вот, чтобы улучшить, так сказать, вашу качество жизни. Ирина, вам спасибо огромное. У вас сегодня была действительно непростая задача рассказать о такой сложной, интимной теме вот так вот перед зрителями. Мне кажется, вы прекрасно справились. Спасибо большое. Мне тоже очень приятно. Я напоминаю, что сегодня с гостях был врач, акушер, гинеколог, сексолог Ирина Заваруева. Вы смотрели программу «В центре внимания». До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова